Будет участвовать в вашем шоу? Я надеюсь, что да. Я думаю, что он заглянет на концерт и будет участвовать. Я участвовала в его концерте, он должен участвовать в моем. Ладно, вернемся к CD, презентация которого будет по 17 апреля. Мне бы хотелось побольше узнать о песнях. Вот какая песня тебе больше всего нравится? И как ты сделала подвор? Почему именно эти песни вошли в альбом? Ну, каждая песня для меня очень дорога, потому что это как дети. Это вышло из тебя, и ты дорожишь, и я прослушиваю альбом снова и снова, и я просто люблю эти песни. И без всякой скромности я могу сказать, что альбом получился очень хороший, очень интеллектуальный, и с любовью, и с душой сделанный, с высоким качеством, который Карен Маргарян для меня обеспечил. Так что альбом просто выдался на славу. Ты довольна своей первой работой? Я очень, очень довольна. Но песни, в принципе, все любимые. Но одна из песен, которую я больше всего люблю, это «Имя твое». Она написана в стиле «Нью Эйдж», и слова написаны Мариной Цветаевой. Так что вы можете уже представить лирику этой песни. Она написала это Блоку, и я постаралась озвучить, но думала я в этот момент о своей дочери. Она тогда была совсем маленькая. Получилась очень романтичная, такая трогательная композиция. А клип, который вы сняли, вы сняли на основе какой песни? Клип я сняла на основе песни «Ты и я». Эта песня была выбрана моим продюсером для клипа и Арманом, который является директором видеомюзик-видео. Режиссером, да? Режиссером клипа. Также участвовали в этом американская компания «Роман Пикчерс» Мара Бартанян. Этот клип получился очень цветной, глубокий, очень романтичный, в красивой атмосфере сада, очень такой воздушный. И я очень горда этой работой. Это было просто прекрасное, фантастическое для меня, для меня экспириенс. Ельяна, ты знаешь, я предлагаю посмотреть клип, чтобы вот твои слова как-то обосновались, и после этого продолжить беседовать насчет клипа, да, на тему клипа. Значит, мы смотрим клип Ельяны, который называется «Ты и я». Ты и я. И режиссер клипа Арман Аваджанян. Да. И тебе, тебе пути, счастье не найти без меня, без меня. Жизнь печальна и грустна, странна и пузна, без тебя. Как же будем верить, ждать, думать и мечтать, не любя. Субтитры создавал DimaTorzok Наш клип действительно очень красивый, красочный и такой романтичный получился. Подтвердил мои слова. Да, полностью, полностью. За сколько времени вы приготовили этот клип, сняли его? Мы снимали его два дня. Всего лишь? Ну, по 12 часов в день. Видимо, мы снимали. Есть такое интересное место, Raleigh Studios on Melrose, очень известное для музыкантов. Но мы снимали на бэкьярде, очень красивый сад, расположен на бэкьярде. И это было прекрасное место для этого клипа, для... Для съемок, да? Да. Это ваш единственный клип? Есть еще один клип, он скоро выйдет на экраны. В этом клипе я пою с Арманом Агаджаняном. Называется «Я не живу без тебя». Это будет очень такой красочный и танцевальный клип. В танцевальном жанре. В танцевальном стиле. Очень здорово. Да. Эта песня вошла в ряд песен Армана, клип, Армана, альбома дуэтов, где он спел со многими армянскими звездами и включил меня в ряд. Вы единственная... Русская певица. Русская грузинка, как вы сказали, да? Русская грузинка. Я думаю, что русская грузинка. Русская грузинка наряду с известными армянскими певицами. Угу. Очень. Должен. Вы по-армянски вообще... Ты по-армянски вообще не понимаешь, Ильяна? Нет, я не понимаю. А пора бы... Вот, пора бы... Это... Выучить. Одна моя мечта, это выучить армянский язык, чтобы я могла общаться на родном языке с вами. Да, вот у тебя продюсер, фактически армянин. Да. Режиссер Калипа Армянин, ведущая сейчас тоже армянка. Да. Надо уже армянский учить. Да, уже стыдно. Хотя бы главные слова. Например, вот ты слово «любовь» употребляешь в больше всего. Вот по-армянски это будет «сэр». Сэрю мэс. Сэрю мэс. Сэрю мэс. Сэрю мэс. Дальше не продолжай. Мэс, сэрю мэс. Сэрю мэс. Это уже совсем из другого кино. Оперы. Да, из другой оперы. Сэрю. 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 Сэрю мэс. Сэрю. Сэрю. Мэс, сольный концерт или какое-нибудь выступление? Ну, на сегодняшний момент мы планируем лайв-шоу в Каталине. Это довольно большой шаг для нас тоже, потому что это будет лайв-мюзик, это будет живой бэнд. Очень хорошие профессиональные музыканты будут со мной исполнять мои же песни. И я очень благодарна за такую возможность. И Карен будет руководить бэнд, репетиции уже начались. И мы будем стараться делать самую лучшую работу, чтобы слушателям понравилось. А что вообще вы планируете на этот день? Что будет происходить? Будет ли угощение или есть какой-нибудь сценарий? Это Каталина, очень известный клаб. Там прекрасная кухня и там шикарный бар. Так что все будут получать удовольствие от музыки, от еды, от алкоголя. То есть это будет все вместе? Угощения, напитки, концерт, беседа? Да, руководить концертом будет Карен Маргарян. Но вести концерт будет Аши Ко, ведущая TV Personality. Все ее очень хорошо знают. Так что мы приглашаем каждого на этот концерт. Пожалуйста, имейте с нами этот прекрасный вечер. А Siri будет продаваться в этот день? Да, и будут продавать в Siri в этот день. С вашим фотографом? Очень даже возможно. Елена, давай поговорим о сценическом образе. Ты очень сценична, ты здорово выглядишь. И на плакатах, на афишах, на каври, на обложке твоего альбома и в клипе тоже. Как ты вообще выбираешь, как ты продумываешь свой образ сценический? Я стараюсь быть естественной в своем образе. Если ты играешь кого-то, оно все равно будет неестественно выглядеть фальшиво, и люди это не будут правильно воспринимать. Это будет заметно, ты будешь все равно выглядеть неуверенной в себе. Поэтому так, как я чувствую, как я одеваюсь, как я улыбаюсь, вся моя жизнь, это в принципе будет на сцене. Потому что это the way I am. Это так, какая я есть. Да, и это невозможно скрыть. Это невозможно скрыть. А насчет одежды, как ты подбираешь одежду? Это сложный вопрос. Это, как любая женщина, миллион вещей в шкафу, и на последнюю секунду ты не можешь выбрать правильную, соответствующую одежду. Я тебя могу помнить, понятно. Да, соответствующую одежду. Перед каждой передачей все тоже. Да. И, наконец, есть кто-то, кто тебе советует, что сделать? Полоса? Ну, я очень независима в этом плане, потому что я знаю, как я должна для себя нравиться себе. И если это кому-то не нравится, то они могут не смотреть на меня. Но, в принципе, я думаю, что образ нормальный. И не вульгарный, во всяком случае. Но и в ногтях. Реальный. Да. Реальный. Желательными, непосредственными и талантливыми людьми. Из достоинств человеческого характера она больше всего ценит доброту, верит в судьбу, мечтает, чтобы ее музыка полюбилась бы слушателем, также мечтает реализовать себя и найти спутника жизни. Я хочу, чтобы твои все мечты и желания исполнились. Я тебе всего сердца этого желаю. И давай немножко поговорим, вот под конец передачи, поговорим о твоих творческих планах, ближайших после уже концерта, который вы планируете 18 апреля. Ну, планов очень много. Я хотела бы не останавливаться на достигнутом. Это будет еще один CD, может быть, даже на английском языке. Мне нравится очень стиль New Age. Я бы хотела создать что-то в этом стиле, используя свое классическое образование, как классическая певица. И также мы собираемся делать дуэт с Арой. Ара Марты Росяна? Марты Росяна. Это интересно. А и подобрана уже песня? Мы имеем одну песню, которую, думаю, что она будет дуэтом для нас. Очень красивая песня, медленная. Также будет новый мюзик-видео на одну из песен из альбома. Это будет dance. Да, в танцевальном жанре, как ты сказала. Этот твой альбом первый, он был кому-нибудь посвящен? Или просто любви? На самом деле этот альбом посвящен моей матери Валентине. Очень красивой, доброй, искренней женщине. Я очень благодарна ей за поддержку, и за всю жизнь, которую она мне отдала. И всегда меня поддерживала любовью и добрым словом. Всегда была на моей стороне. Как ты думаешь, второй твой альбом, о котором, я не сомневаюсь, ты уже, наверное, думаешь, кому он будет посвящен? Или я об этом пока не думала? Это еще рано сказать, кому он будет посвящен. Но ты думаешь о втором альбоме? Я думаю, и у меня есть уже некоторые песни для второго альбома. Но это будет больше философский, если это будет New Age, это будет более философский альбом About Universe. А почему такая тема выбрана? Ну, потому что стиль New Age это философские темы. Я, в принципе, очень люблю такие темы. Разглагольствовать на темы Бога. После передачи можем поговорить. Космоса и энергии. Ты знаешь, вот когда что-то важное в жизни совершается, какой-то этап человек проходит после этого, ты уже сказала, несмотря на это, что альбом, ты очень гордишься своей работой, ты довольна тем, что сделано. Но после того, как завершается один этап, всегда человек как-то снова анализирует проделанную работу, фиксирует какие-то нюансы. Ну, не хочу сказать, недостатки, но какие-то нюансы, которые он в дальнейшем уже планирует как-то избегнуть этих недостатков, ну, скажем так. Ты думала об этом? Чем должен отличаться твой второй альбом от первого? Я думаю, что языком, на котором он написан. И я не знаю, в плане музыки я писала этот альбом от всего сердца и души, поэтому я не думаю, что я буду изменять что-то или следовать чересчур маркету, коммерции. Я это, я не приветствую твою, это хорошо, что... Да, я очень буду на своем и писать от души. Это очень важно. Если ты сохранишь вот это качество, писать от души и писать... Вот как тебя охарактеризовали твои друзья, настоящее, вот придерживаясь этого принципа, я думаю, что ты сохранишь качество. Да, это очень главное качество, я считаю, в многих людях. Я тебя поздравляю со всеми твоими удачами. Я думаю, что это здорово, что выпустила ты свой первый CD, твой первый альбом и что у тебя будет скоро концерт, презентация. Я думаю, это начало твоих дальнейших успехов. От всего сердца тебя поздравляю и желаю тебе всего самого хорошего. И спасибо, что сегодня ты была у нас в эфире. Спасибо тебе. Ты очень приятная, красивая девушка. Спасибо. И я очень рада познакомиться с тобой поближе сегодня. Спасибо, Ильяна. Спасибо большое. И всех приглашаю на концерт 18 апреля. Каталина Jazz Club. А, это у меня Стирелия Устави был апреля 18 апреля. Каталина Jazz Club. Ильяна, я этоㅋㅋ с вами устроен, в чем у тебя потрясающе, как у тебя и ты! Ты соседей, что у тебя Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!